Сегодня, друзья, даже, возможно, не проповедь будет, просто такие рассуждения поделюсь, что самого тревожит. Знаете, говорят, вот собрались там люди, и можно о том, о чем они говорят, можно даже, не видя их лиц, определить их возраст. Вот, говорят, что молодые, там, какие-то всякие планы, идеи обговаривают, да, даже можно понять, что это люди, которые, ну, еще жизнь впереди у них все видится. Уже кто-то обговаривает какие-то ценности житейские, знаете, такие всякие понятия. Прежде всего, это люди более уже взрослого возраста, которые уже чуть что-то в жизни видели, уже умеют отличать маловажные от более важного. И вот для них уже такой более важный, действительно более важный. А есть люди, которые говорят о здоровье. Это говорят пенсионеры, говорят, да, кто-то там, там, таблеточки, от чего помогает, кто-то, куда можно поехать, подлечиться. Ну, вот, даже не видя людей, только по их разговорах можно понять, что их волнует. Ну, что-то приблизительное у меня тоже. Вот то, что волнует, хочу вот и поделиться. Вот есть такое понятие «найти», «нашел». Вот когда мы слышим это слово «найти» или «нашел», вот что мы подразумеваем? У нас это более такое, ну, пассивное действие. У нас, знаете, говорили, когда кто-то шел, шел, шел и упал, говорит, вот рубль нашел. Да, так, ну, что так, ну, так с насмешку говорили, что так быстро бросился, видать, что рубль увидал и там быстро бросился на него, а там он фактически упал. Ну, так бывает, что нечаянно люди сокровища находили. Мы с братьями часто, у нас на Украине приходилось могилы копать для похорона. Ну, так, помощь такую мы выражали семье, брали на себя. И вот всегда, особенно, когда на старых кладбищах копали, всегда, когда так лопатка, что-то ударяется такое глухое, интересное, думают, там сейчас горшочек будет чем-то интересным. Ну, всякое находили, но горшочек золотом не находили. А есть более такое значение, как бы активное поиска, да, когда человек ищет. Вот у нас есть, так называются, черные археологи, у них есть металлоискатели, они читают книги, где-то что-то было, они едут туда, включают свой аппарат, металлоискатели, ходят и слушают, где же он запищит, где же он запищит. И вот, когда что-то там пищит, оно настроено, что он металл ищет, или монеты ищет, и они начинают копать и проверяют. Бывает, что-то находят, бывает нет. А есть люди, которые читают историю, и они о крушении старых-старых кораблей. И у них есть лодки, у них есть костюмы специальные, и они находят, ищут эти корабли, ныряют, и тоже там ищут сокровища. Потому что, ну, на старых кораблях бумажных долларов не было, все было в металле, золотишко, золотишко, и сегодня это золотишко. И вот люди жизнь эту даже посвящают, они активно ищут, активно ищут. Вот есть такое слово «нашел». Активное есть, да, значение его, когда человек ищет и находит, а есть пассивное, когда он шел и случайно что-то нашел. Я сейчас прочитаю один урывок. А вы скажете, о чем идет речь, хорошо? Я буду пропускать некоторые слова, а вместо него ставить там, ну, или местоимение, или что-то такое, чтобы было сохранить интригу до конца. Но я думаю, что вы сразу узнаете. Блажен человек, который снискал, то есть нашел, слово «снискал» означает «нашел» что-то. И человек, который приобрел что-то похожее на что-то. Потому что приобретение этого чего-то лучше приобретение серебра. И прибыли от этого чего-то больше, нежели от золота. Это что-то дороже драгоценных камней. И ничто из желаемого не сравнится с этим что-то. Долгоденствие в правой руке его, а в левой руке богатство и слава. Пути этого что-то, пути прямые. И стези этого что-то, мирные. Оно, это что-то, дерево жизни для тех, кто приобретает его. И блаженны, которые сохраняют его. О чем идет речь? Что это такое что-то? Правильно? Кто-то сказал о мудрости. Правильно, о мудрости. Давайте мы еще раз прочитаем уже, не меняя ничего. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее, то есть мудрости, лучше приобретение серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней. И ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой руке у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, кто обретает ее. И блаженны, которые сохраняют ее. Вот такое прекрасное описание. Ценности мудрости и того, что дает мудрость. У меня есть одна из таких любимых историй. Часть из нее такая, что студент сдает экзамен преподавателю. И у них были там напряженные отношения определенные. Ну, а бывает так, что преподаватель хочет отыграться на студенте, когда он экзамен сдает. И студент отвечает, хорошо рассказывает. Ему было задание, студент все это рассказал правильно, подробно. И потом преподаватель говорит, а теперь дополнительный вопрос. Он говорит, хорошо. Он говорит, вот ты идешь, и стоит мешок ума и мешок золота. Что ты возьмешь? Студент говорит, мешок золота. Преподаватель говорит, а-а-а, а надо брать мешок ума. А студент говорит, ну, что кому не хватает, тот, тот и берет. Мы посмеялись, улыбнулись, да? Но если бы перед нами такой выбор стоял. Я думаю, что мы все бы были похожи на этого студента. Вот у нас есть такая опасность такая, есть такое неприятное качество, друзья, что мы считаем, что ума не хватает у кого-то, а у нас только не хватает мешка золота. Но если мы еще раз вспомним то, что мы прочитали в Библии, то был прав, наверное, все-таки профессор, что надо приобретать мудрость, потому что с нею можно и... Она дороже драгоценных камней. В левой руке ее богатство и слава. То есть, это будет такая инвестиция, которая принесет намного больше пользы, чем просто мешок денег, мешок золота. Почему я об этом думаю? Потому что меня это волнует, потому что я вижу, что в жизни у меня бывают моменты, когда я оглядываюсь назад, я вижу, что вот реально не хватило мудрости. В любых жизненных, простых ситуациях, в бытовых ситуациях, вот где-то ее не хватает. И я понимаю, что в тот момент я не искал ее. Я вот надеялся на какие-то свои уже знания, на какой-то свой опыт. Но я не искал мудрости в тот или иной момент. Я, знаете, я уже решил, что ее у меня достаточно. Я не проводил дополнительные какие-то действия для того, чтобы поискать, а может еще что-то есть, может есть что-то лучше. И Писание, друзья, от нас не сокрывает, и оно открывает нам, где мы можем найти мудрость. Я читать сейчас эту главу не буду, но рекомендую всем дома почитать. Это восьмая глава книги «Притч». Очень прекрасная глава, где мудрость обращается к людям, и она просит, чтобы они к ней прислушались, чтобы они на нее обратили внимание. И она им много чего обещает. И она показывает, как все это будет прекрасно. Она рассказывает, что она была у Господа в начале творения. И что прежде чем все образовалось, она была там. Она говорит, что она радуется вместе с сынами человеческими. Когда они к ней прислушиваются, поступают так, как мудрость их учит, она радуется вместе с ними. Потому что ее плоды, мы читали, что она древо жизни для тех, кто обретает ее. То есть хорошие плоды древо жизни приносит. И кто ее обретает, имеет успех, и она радуется вместе. И вот все это восьмая глава «Притч» очень хорошо прочитать. В семье нашей будет, с детьми нашими, и сами назидание получим. И такой правильный настрой у нас будет в жизни. И когда мы читаем Слово Божие, Господь нам открывает через Слово, есть определенные источники, где мы можем эту мудрость находить. Это же книга «Притч», вторая глава шестой стиха говорит так, «Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум». Господь, друзья, Он имеет мудрость. И Он этой мудростью, Он может поделиться с нами. И Он хочет, чтобы так было. И для того, чтобы мы лучше понимали, как это происходит, Бог нам дал в жизнь быть детьми в свое время и иметь детей в свое время. И вот мы, как родители, мы что-то детей учим, наставляем, рассказываем, свой опыт передаем им, рассказываем, ограждаем их от чего-то. И нам очень приятно, когда дети слушаются нас. Когда мы были детьми, нам родители наши так же что-то рассказывали, примеры приводили какие-то, аргументы приводили, отговаривали нас от чего-то, к чему-то побуждали нас. И в этом так же проявлялась мудрость. Точно так и у Господа. У Него есть мудрость. И Он этой мудростью хочет поделиться с нами. Каждый родитель мечтает, смотря на своих детей, видеть, что это мудрые дети. Никто из нас, родителей, не будет счастлив, если будет смотреть на наших детей и будем видеть, что они поступают глупо, что они поступают нерассудительно, они поступают немудро. Точно так же и Небесный Отец, Который создал нас. Его сердце кровоточит, когда Он видит, что Он готовый поделиться мудростью с детьми, с людьми, с теми, которых Он создал, которых Он несет от нашего рождения и до последнего дня здесь на земле, и который для нас вечность приготовил. Он хочет дать это. Он хочет. Но, друзья, но мудрость нельзя найти пассивно в слове «нашел». Это не так, что я вот иду, 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 упал, открыл глаза, смотрю, мешок с мудростью стоит. Я взял и пришел. Так не бывает. Слово Божье нам говорит об одном интересном моменте. Это книга «Второзаконие», 34-я глава. Там говорится о смерти Моисея. И оплакивали Моисея, сыны Израилевы, на равнинах Моабитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисея. «И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. И повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею». Вот если взять это место и посмотреть на него, то кажется, что все очень просто. Для того, чтобы получить мудрость для Иисуса Навина, достаточно было, чтобы просто Моисей возложил руки, помолился, пошел, умер, «А Иисус Навин исполнился премудрости». Так сказано, да? «Иисус Навин исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои». И дальше там действие, что «поминовались ему сыны Израилевы и делали их так, как повелел Господь Моисей». Но, друзья, Иисус Навин – это не был случайный человек, на которого Моисей возложил руки. Это был служитель Божий, который с юности посвятил себя для Бога. Он был с Моисеем в моменты, когда никого уже других людей не было. Он с ним на гору поднимался, когда Моисей поднимался ходить, иметь это общение с Богом. Он не отходил от Скинии, он был там, где Бог обитает. Он много чего учился, много чего видел. И когда настал момент перенятия служения, Моисей возложил руки на него, и Дух Божий почил. Мы так, бывает, думаем, да, молодые люди, которые вступают в брак, думают, что вот над нами помолятся, и мы станем прекрасной семейной парой. Вне зависимости от того, как мы жили до этого, не в зависимости от того, как мы будем жить после нашей свадьбы, но над нами же помолились, руки возложили, значит, мы должны быть прекрасной семейной парой. Почему у нас проблемы в жизни появляются? Над нами же молились. Но, друзья, Дух этот почил на Иисусе Навине, потому что у Него была предыстория. И когда Моисей возложил руки и помолился, и этот Дух почил на Нем, Дух премудрости, который исполнил Его мудростью для того, чтобы управлять этим народом, это была предыстория для этого момента, когда Моисей это сделал в действии. И были последствия этого. И пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы помнили, что Господь дает мудрость, и искусство знания и разума, чтобы мы искали этого, чтобы мы стремились к этому, чтобы мы хотели этого. И Слово Божье оно дальше открывает, оно говорит, что начало мудрости – это страх Господень. Если мы хотим быть мудрыми людьми, друзья, нам нужно воспитывать себя в страхе Господнем, сами себя проверять, жизнь свою, хожу ли я пред Господом, благовею я пред Его именем, чту ли я Его заповеди, почитаю ли я Его. И когда человек такой поступает вот так в жизни, тогда мудрость у него начинает появляться. Начало мудрости – страх Господень. Сегодня очень много людей, которые откидают с Бога, откидают страх Господень, но претендуют на то, чтобы быть мудрыми. Как бы умно и красиво они не говорили, как бы они не умели ловко приводить разные аргументы, друзья, но если это без Бога, это не настоящая мудрость. Писание говорит, что есть человеческая мудрость, есть еще даже бесовская мудрость, но мы знаем, что Божья мудрость – это истинная премудрость. Божья мудрость – это то, чего нужно искать. Эта же книга о второзаконе еще открывает один секрет, где мы можем обрести мудрость. Это четвертая глава, пятый и шестой стих. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой». Это говорит Моисей к народу израильскому. «Дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы было детею. Итак, храните и исполняйте их, эти законы, повеления, постановления». Для чего? «Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав всех сих постановлений, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Друзья, еще один источник мудрости для нас – это когда мы сердце свое располагаем к тому, чтобы следовать Божьему Слову. Сегодня утром была проповедь, мы слышали, когда наши дела показывают, во что мы верим. Они есть какой-то движущий такой элемент в наших делах. Это наша вера, в что мы верим. Я могу говорить, что я верю в Бога, что я чту Бога, но если мои дела этого не показывают, это видно, что я обманываю, или, возможно, даже сам себя обманываю, или стараюсь обмануть других. Но мудрость и разум народа израильского был в том, чтобы соблюдать Слово Господне. И если мы сердце наше открываем для того, чтобы соблюдать Слово Господне, друзья, Бог обещает, что мудрость и разум будут сопровождать нас в нашей жизни. Еще один источник мудрости, это притча 13 глава, 20 стих. «Общающийся с мудрыми будет мудр». Это, друзья, сфера общения. Много людей говорят сегодня о некоем социальном лифте. Вот они говорят, если вы хотите быть богатыми и успешными, вам нужны такие друзья. И вот когда вы попадаете в общество богатых и успешных, вы автоматически будете поступать так, как они, у вас будут такие привычки, у вас будут такие дела, пересекаться будут. И вы сами не заметите, как вы станете богатыми и успешными. Почему? Потому что вы попали в такое общество. Вы как в лифт вошли, и вот там даже такие люди, и этот лифт вас поднимает вместе с этими людьми. Такой социальный лифт. Слово Божье говорит, что для мудрости надо вот такой подход, что если я хочу быть мудрым, я должен искать мудрых людей и иметь с ними общение. Сегодня, друзья, у нас много очень виртуального общения. У нас есть разные видео на Ютубе, на других ресурсах, возможно. И знаете, друзья, там столько много пустоты. И я удивляюсь, как у нас хватает времени и интереса слушать кого-то, кто рассказывает, просто что-то рассказывает. Что я вот пришел, пришла в эту комнату, посмотрите, вот такие стены, вот такие лампочки, а вот такой ковер, а вот такие стульчики. И я удивляюсь, что такие видео набирают тысячи, тысячи, тысячи просмотров. Там нет никакой составляющей ценной. Оно ничего не учит. Людям просто интересно, вот любопытно посмотреть, а что же там у соседей. Вот это, я понимаю, единственный мотив, который движет иметь общение с автором этого ролика. Потому что я слушаю, что он или она рассказывает, говорит или рассказывает сегодня о сегодняшних тенденциях, которые в мире, и что надо носить, что надо как одевать. И все это рассказывается, преподносится. И это верующие люди слушают. Поставим себе вопрос, когда очередной раз у нас такой звук из такого видео будет доноситься к нашим ушам. Общаюсь ли я в этот момент с мудрыми людьми? Что этот ролик может меня научить? Сегодня также мы слышали, да, есть хорошая сторона технологии, когда мы можем слушать книги хорошие, можем проповеди слушать, мы можем слушать свидетельства. И это то, что ободряет нас, это то, что веру нашу подпитывает, это то, что помогает нам восхищаться Богом нашим, который чудное сделал. Есть очень много прекрасных свидетелей из-за того, что Господь сделал в жизни людей. И сегодня, благодаря сегодняшним технологиям, многие люди могут это слушать. И как, друзья, правильно искать общение с мудрыми людьми? Девятнадцатая глава книги «Притч» говорит такое «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Похожее место есть, что «разга» и «обличение» дают мудрость. Здесь говорится «Слушайся совета и принимай обличение». Еще, друзья, это один источник мудрости, чтобы впоследствии тебе сделать мудрым. Это когда я не игнорирую, когда мне указывает кто-то на что-то, на какие-то мои моменты. Сегодня мы все очень тонкокожие. Знаете, очень мы так чувствительны к каким-то замечаниям. Но что-то не так, что-то вот плохо, когда меня кто-то пробует поставить какую-то рамку или говорит, что ты вот неправ, или что-то еще. И мы все очень такие чувствительны. Но если у нас такое проявляется, друзья, то Берисаня говорит, что мы не есть теми людьми, которые слушаются совета и принимают обличение, а значит, мы впоследствии не сделаемся мудрыми. Если нам Господь посылает какое-то обличение, какое-то исправление слова через кого-то, или сам Господь через слово свое говорит, и мы это отвергаем, то мы сами себя лишаем шанса быть мудрыми. Еще один такой метод, не метод, а источник мудрости – это наблюдение. Когда мы можем внимательно смотреть за тем, что происходит вокруг, и брать себе какие-то уроки. Наш папа говорил, бывало, нам такие слова. Он говорит, когда видели какую-то негативную ситуацию, он говорит, дети, смотрите и учитесь, как не надо. Вот когда мы наблюдаем за кем-то, мы можем брать положительные примеры, а также можем учиться, как не надо поступать. Книга, притча, стая глава. «Поиди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Мы можем, наблюдая даже за окружающим нашим миром, даже за миром животных, растений, мы можем набираться там мудрости. И, друзья, если у нас мудрость будет проявляться в жизни, она не сможет быть заавулирована, она не сможет спрятанной быть. Она обязательно будет проявляться. Давайте мы прочитаем еще несколько мест. Например, одна из книги Михея. На разборе вспоминали из книги Михея 6.8, а мы прочитаем 6.9. «Глаз Господа кзывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим». Если мы благоговеем, друзья, пред именем Господа Бога нашего, это мудрость. Мудрость благоговеет пред именем Господним. Когда мы учим детей наших благоговеть пред всем тем, что связано с Господом, учить почтительно относиться абсолютно ко всему, что связано с нашим Господом. Когда песни, возможно, хочется там петь или переделать христианские на какое-то совсем другое что-то, а мы говорим, что это нет, это жертва Господу. И давай не будем так поступать. Будем благоговеть пред именем Господним. И всякие другие моменты, когда мы благоговеем пред именем Господним, это признак мудрого. Книга «Экклезиаст» говорит, говорит, что «Сердце мудрого» – это 8 глава, 5 стих. «Сердце мудрого» знает и время, и устал. Это еще один признак мудрости, друзья, когда человек разбирается, когда и что. Знает, что и когда. Также книга «Экклезиаст» говорит, что «Сердце мудрого» в доме плача, а «Сердце глупых» в доме пира. Это еще один признак, когда вот где-то пришла какая-то трагедия, переживание в чью-то семью. Где я в этот момент? В 94-м году в нашей семье случилась трагедия. Мой старший брат, он упал с высоты и разбился. И знаете, вот такой шок в семье, и потолка к похоронам, и люди приезжали, потому что многие его знали, и друзей у него много было. Ну вот такая суматоха такая, знаете. И приезжает одна сестра. Она привозит такой большой таз напеченных пряников. Она напекла. Она знала, что в этот момент этой семье не до этого. Она знала, что там будут приезжать люди, которым нужно чай поставить какой-то. И она потрудилась и сделала такое приношение. Это было приказным благословением, которое я вспоминаю 30 лет спустя. «Сердце мудрых в доме плача». Это признак того, что человек, может, он не речист, он не говорит красиво, но он пришел из своей присутствия каким-то добрым делом. Он выразил свое соболезнование, он выразил свое желание разделить эту боль, разделить переживание. И это действительно большой признак мудрости. Книга «Притч», 10 глава, говорит, что мудрый сын радует своего отца. Это еще один признак того, что мы поступаем мудро, это когда наши родители радуются. Вот ребята, все подростки, молодежь, дети поменьше. Вот когда вы что-то делаете и знаете, что за этот поступок вас папа похвалил бы, сказал бы, ты молодец, это вы поступаете мудро. Но если вы что-то делаете, зная, что папа и мама сказали бы нет на это, и когда они узнают, что это сделали, они огорчатся, это признак того, что мы поступили не мудро. Мудрый сын радует своего отца. Это большой признак мудрости. Если я приношу своим поведением, своими решениями, если я приношу радость моим родителям, если я как член церкви приношу радость служителям, которые пекутся от церкви, если я не создаю проблемы, а являюсь благословением церкви, и пусть Господь нам поможет, чтобы мы такие были, чтобы мы были теми мудрыми сыновьями, которые радуют своих и земных родителей, а особенно, друзья, Небесного Отца, который также наблюдает, и мы об этом говорили, и Он хочет видеть нас мудрыми. Иаков говорит, что мудрый ли разумен тот из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Это еще один признак того, что человек мудрый. Его поведение будет показывать, что мудростью он присутствует, потому что это поведение будет доброй и с мудрой кротостью. Кротость, друзья, это умение не возвышать себя, умение не превозносить тебя, умение почитать другого выше себя. И в этом также проявляется мудрость. И пусть Господь благословит, чтобы мы были такими людьми, обладающими мудростью, и чтобы это было видно в нашем добром поведении и с мудрой кротостью. Мудрость не только для того, чтобы мы имели ее, просто как имели, что-то повесили на стенку, картинку, и она там висит. Мудрость, друзья, нам нужна в каждом дне практически. И вот книга «Экклезиаст» также говорит 10 глава, известный текст, говорит так, «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить». Помните, кто-то здесь рассказывал пример, когда два дровосека рубили деревья в лесу. И вот они рубили приблизительно одинаково. Только один где-то раз в час брал и уходил куда-то. А этот, который оставался, он также усердно рубил, усердно рубил. Но когда закончился рабочий день, то тот, кто уходил куда-то, оказалось, что у него больше срубленных деревьев, чем у этого, который рубил, не останавливаясь. Оказалось, что где-то раз в час он отходил в сторону, брал точило и точил свой топор. Потому что от работы он утрачивал свою остроту, и для того, чтобы эффективность была работы, он точил. И это мы прочитали, что если топор притупится, и лезвие не будет отточено, то надо будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Давайте прочитаем одно место из Нового Завета. Это послание Галатам. где встречается слово «исправить» тоже. Братья. Шестая глава, первый стих. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. В книге «Экклезиазм» мы считали, что топор притупился. А здесь мы прочитали, что человек впадает в согрешение. И такого нужно исправить. В книге «Экклезиазм» мы прочитали, что мудрость знает, как это сделать. Вот бывает, да, человек что-то наделал, натворил, затупил. Но мудрость знает, как это исправить. Мудрость знает, что такого нужно исправить в духе кротости, наблюдая за собою, чтобы не быть самому искушенным. И пусть Господь, друзья, нас благословит, чтобы вот в разных ситуациях, в нашем общении мы вот пользовались этой мудростью, чтобы не просто, знаете, она оставалась красивой картинкой на нашей стене, но чтобы это было в каждодневном наших делах, в жизни нашей проявлялось. Еще икклезиазм рассказывает интересную историю в 9 главе, с 13 стиха. Он говорит так, «Вот еще какую мудрость я видел под солнцем, и она показалась неважной. Город небольшой, и людей в нем немного, и к нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город. И однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. И сказал я, «Мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают». Была беда в городе, реальная была возможность быть завоеванным этому городу, беда пришла. Но нашелся бедняк, мудрый бедняк. Что он сказал, что он сделал, здесь не уточняется. Но он отвратил беду от этого города. Друзья, мудрость. Может, мы незнатные, может, мы ничего не значащие, но если мы обладаем Божьей мудростью, пусть Господь нас благословит быть вот такими людьми в разных ситуациях. Да, мы не мэр этого города. Да, от нас, возможно, ничего не зависит. И, возможно, нас забудут и не вспомнят о нас. Но пусть Господь нас использует для того, чтобы его мудрость проявлялась в сложных ситуациях. И очень много историй мы знаем, когда люди, верные Богу люди, когда Бог давал им мудрость, когда действительно они выступали спасителями в разных ситуациях, очень разных ситуациях. Просто за неимением времени не будем вспоминать все эти истории. Но пусть напоминание об этом бедном человеке, который с мудростью использовал был в нужном месте, в нужное время и сказал мудрые слова. И беда отвратилась от того города. Сегодня мы слышали, молитва была о Украине, о России, война. Страшное зло, страшная беда. Не хватает у людей мудрости для того, чтобы посмотреть на все это с другой стороны. Хочется своих амбиций достигнуть, хочется своих целей каких-то кому-то достигнуть. Хочется доказать, кто на земле хозяин, а люди гибнут, а разрушения приходят. И если посмотреть на это с точки зрения мудрости, оно не имеет никакого оправдания. книга пророка Исаии говорит, что язык мудрых, а тем прочитаем дословно. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Еще одно применение, друзья, нашей мудрости, которую мы находим в Господе, когда приходит момент, и мы видим, что кто-то ослабевает, кому-то нужна поддержка. Господь дает язык мудрых для того, чтобы поддержать. Недавно я слышал выражение, что христиане – это единственная армия, которая добивает своих раненых. Сохрани нас, Господь, от этого. Если мы видим, что человеку нужна помощь, нужна поддержка, пусть в этот момент Господь нам дарует язык мудрых, который поддержит этого человека. Еще Библия говорит, что мудростью устрояется дом. Есть известное еще выражение тоже из Библии, что мудрая жена устрояет свой дом. Можно много комментировать, потому что это очень все нам близко к жизни. Но я просто рекомендовал бы вспомнить две сказки. Возможно, не здесь даже, дома вспомнить их. Одна сказка Пушкина о рыбаке и рыбке. Там о жене, которая хотела как бы устроить свой дом. Ее не устраивала разбитая корыта. Потом ее не устраивала избушка, которая у нее была. Потом ее не устраивал дворец. А потом ее не устроило, что она уже царицей стала. И она вернулась опять к разбитому корыту. И казалось бы, что были запросы большие, но результат был плачевным. А вторая сказка, это сказка Андерсона о жене и муже. Очень интересная сказка. Рекомендую всем семейным почитать. Это сказки-караташи для детей. Это сказки для взрослых. Это когда у них лошадка была, и муж решил, что она много травы кушает, и ее нужно на что-то поменять. И он пошел в город на ярмарку и поменял ее сначала на корову, а потом корову поменял на овцу. Он нашел аргументы, почему. А потом овцу поменял на гуся, а гуся поменял на курицу, а курицу поменял на мешок гнилых яблок. И он уже был поздний вечер, он пришел в постоялый двор, а там сидели англичане богатые, и они, когда услышали эту историю, они говорят, что тебе жена сделает? Он говорит, она придет, меня расцелует и скажет, что все, что я не сделаю, это будет хорошо. Они говорят, не верим. Говорит, мы ставим бочку золота, что такого не будет. Он говорит, поехали. А я говорю, я могу только поставить, потому что ничего нет, я могу в нашем споре поставить бочку золота, я могу только эти яблоки и себя старухой в придачу. И они приехали. И они пришли, и говорят, рассказывают старухе, она говорит, и она рассказала, что он говорит, что я привез мешок гнилых яблок, она говорит, молодец. Я, говорит, пошла занять лук к соседке, а она скупая-прискупая, она сказала, у меня даже гнилого яблока нет, а я ей сейчас занесу, не только одно, я ей 10, я ей целый мешок занесу. И она расцеловала мужа, и эти англичане восхищались, как жена проявила себя. Друзья, мудрая жена устроит свой дом. И пусть Господь благословит, чтобы в наших семьях, наши дома, со стороны мужчин, мужей, со стороны жен, женщин, устроялись мудростью. И пусть эта божественная мудрость, вот как сегодня, братцы, вначале говорил, что когда дети наблюдают за нами, за нашей жизнью, за отношениями родителей, как мы утром слышали, чтобы эта мудрость была видна. Друзья, нам мудрость очень нужна. Нам мудрость нужна даже для того, чтобы, как мы говорили, радовать Небесного Отца. И последняя мысль – это то, что когда Иисус Христос, который был воплощением премудрости, эта книга «Послание Коринфянам» говорит, что Он был премудростью для нас одевался. Он же сказал, чтобы мы были мудрые, как змеи и кроткие, как голуби. И Он сказал, притчу рассказал о десяти девах. И там было пять мудрых, а пять было неразумных. И вот, друзья, отсутствие мудрости не позволило пяти неразумным девам попасть на брачный пир. Я бы хотел побудить всех нас, чтобы мы в жизни нашей искали мудрости, чтобы мы просили Его Господа, чтобы мы в слове Его ее искали, чтобы мы общались с мудрыми людьми, чтобы эту мудрость была видна в нашей жизни, чтобы она проявлялась, и чтобы мы ею пользовались. И пусть Господь нас, наш Небесный Отец, смотря на нас, радуется нами. Помолимся Господу. Аминь.